Песни, которые лечат души, песни, которые помогают обрести веру, надежду и любовь. В Чубаксарах во Дворце культуры имени Якова Ухсая прошел благотворительный концерт певицы и композитора Юлии Славянской. Юлия Славянская детство провела в Сергиевом Посаде, в городе с древней историей. Именно там и появилась тяга к православным песням, наполненным любовью к родине, считает она. Татьяна Долганова на концерт пришла по рекомендации дочери и внука, которые были на выступлении Юлии в Петербурге. Столько души в этих песнях, такая любовь, такой патриотизм к нашей стране, что сейчас очень важно и актуально. Мы просто счастливы, что пришли на этот концерт. Духовные и нравственные ценности, взаимоотношения в обществе, война и мир – вечные песенные темы для Юлии. А мы не верили глазам, что мы с Донбассом натворили, Господи помилуй. Послушать песни певицы вместе с родителями пришли и дети. Юлия Славянская, она очень интересно подает и, как говорится, со смыслом ее песни. О ее песне хочется задуматься. Вот у меня еще старшая дочь сидит в зале, она плачет, слушая ее песни. Так что я считаю, что ее концерты нужны нам и они приносят нам только и радость, и воспитание, и какую-то действительно Божью благодать. Мне нравится эта музыка, дети слушают ее дома. Будет в конце, я знаю, что Юлия Славянская по программе «Матушка Богородица». Это колыбельная моих детей. В зале царила атмосфера любви, счастья и гармонии. Зрители отмечают, что ее песни помогают пережить горе и исцелить душу. Можно сказать, что душа в это время преображается, становится открыта к тем моментам песнопения, которые там звучат. То есть хочется и плакать, и радоваться в ее песнопении. Многие тоже сидя в зале, и мужчины вытирали слезы. Чебоксары стали первым городом в межрегиональном рождественском благотворительном туре Юлии Славянской. Следующий город – Ульяновск. Ольга Алексеева, Бахтиарвилиев, Республика.